Всем привет, друзья! С вами Маша, и я думаю, вы не раз встречали в своем городе объявления по типу «Я снимаю квартиру, потерялась кошка» и так далее, где можно оторвать небольшую бумажечку с номером или небольшим описанием той или иной квартиры или кошки. В общем, думаю, вы примерно понимаете, о чем идет речь. Так вот, в детстве мы с друзьями очень любили делать такие объявления своими руками и развешивать их по поселку. И нет, возможно, вы подумали, что мы развешивали фейковые объявления с продажи квартир. Нет, это были объявления по типу открыток. А точнее, мы рисовали небольшое объявление, и ниже можно было сорвать бумажечку с какой-нибудь наклейкой, с каким-нибудь пожеланием, рисунком. В общем, сегодня я решила вспомнить это время и сделать такие объявления, развесив их по школе, да, и по своему городу, району. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной, ну а мы переходим к видео. Поехали! В общем, ребята, я немного заболела, поэтому мой голос звучит немного не так, как обычно, но я надеюсь, это не очень слышно, поэтому погнали. Для объявления я взяла яркую бумагу, у меня это зеленый, розовый, нежно-зеленый, если так можно сказать, оранжевый и другие цвета. У меня листы формата А4, поэтому я разрезаю их на две части и размечаю таким образом. Кстати, лайфхак, чтобы легко оторвать бумажечку от объявления, нужно два раза провести ножницами или чем-то острым по сгибу. Теперь дело за малым, нужно просто оформить наше объявление, и вы можете это сделать по своему усмотрению. А точнее, на свой вкус, далее я сделала таких объявлений штучек 6 или даже 7, мне помогала сестра, так что работа шла быстро. Вот все блогеры, когда заболевают и говорят об этом в своем видео, и извиняются за свой голос, и при этом он звучит у них шикарно, тем временем мой голос, когда я заболела. Извините, ребят, ями. А теперь самое время отправиться в школу и на прогулку по городу, чтобы развесить все эти объявления. Они такие классные, яркие получились, думаю, их точно заметят и возьмут. Паналик. Короче, все, клеим. Я думаю, что в школе довольно-таки быстро разберут эти бумажечки с хорошим настроением, потому что, как правило, ровесники из-за всякий такой кипиш, так что с вами мы посмотрим и проверим эту теорию. Опа! Кажется, сработал мой эксперимент, все забрали. Ладно, оставлю так. Короче, ребята, я продолжаю мой эксперимент с объявлениями. Я сделаю еще несколько штучек, буду развешивать их по своему району. Короче, вот у меня здесь 4 объявления, и сейчас я буду развешивать их на площадках и так далее, на тех местах, где, короче, много людей ходит. Погнали. Уллов. Первая есть. Супер СД. Мне очень страшно, потому что у меня такой не самый благополучный райончик. Вы это слышали? Я да. Ай, девочка-то. Шарик. Я типа мега беспальменная, сейчас сюда наклею. Ой. Заранее извиняюсь за свой подобный голос, потому что я заболела. Классно. Короче, ни одного объявления не осталось. Все сняли. Может быть, дворники, может быть, дети. Короче, супер. Что ж, вот такое вот необычное видео у меня получилось. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то ставьте ему лайк. И не забывайте подписываться на мой канал, на мой инстаграм. Ну и всем пока-пока. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok